Всем привет, ребята! Мы решили записать дополнительное видео к нашему онлайн-мероприятию ДНК IT-стартапа. Что хочу сказать? Во-первых, спасибо всем, кто прислал свои идеи, заявки, стартапы к нам на почту. Мы все посмотрели, детально разобрали и я готов дать свой фидбэк по присланным материалам. Итак, топ-3 кейса, которые мы получили. Первый стартап, который бы хотел рассмотреть, это itfin.io. Очень интересная идея, на самом деле, финансы, IT-компании важная часть. Что хочу сказать по презентации? Презентация достаточно информативная, но весь питчинг всегда, когда ты показываешь свой стартап, он должен сразу быть понятен и указать на боли человека, то есть в данном случае на боли IT-компаний. Там я этого не увидел. Стоит добавить больше реальности для людей, которые занимаются финансами в сфере IT, потому что, на самом деле, это большая проблема. С точки зрения бизнесмена, который занимается сервисным бизнесом в IT, хочу сказать, да, очень часто в IT не считают юнит-экономику и не понимают, из чего состоит и какая маржинальность предоставляемых услуг. И поэтому это очень удачная идея для того, чтобы заниматься и масштабироваться в плане финансов, в плане структуризации того, что происходит в компаниях, потому что с помощью вашей программы этим может заниматься один человек на большое количество людей в компании, которые работают. Итак, финансовая прога, которая упорядочивает финансы IT-компании, классная идея. На рынке не так много продуктов, которые бы этим занимались и, ну, исходя из презентации, там достаточно понятно все написано и ты понимаешь, по какому клиенту сколько денег ты получаешь и, в принципе, какой молстон, сколько денег тебе обходится, какой человек делает какую ревеню. Это очень удобно и, в принципе, в планировании это помогает и в масштабировании твоих финансовых показателей и их улучшения. Потому что у нас тоже была такая проблема на определенном этапе, когда мы не знали, какая у нас маржинальность точно, потому как не было инструментов для того, чтобы преодолеть этот барьер от микрокомпании до системной истории. Поэтому классная идея, классный стартап. Надо немножко поработать над продажей и, в принципе, проверить сам продукт в работе было бы очень интересно. Думаю, мы проверим. Есть пара вопросов. Какой инструмент самый эффективный для продвижения в IT-сфере? Целевая аудитория этого проекта — это компании 40 плюс людей. Самое эффективное — это сначала протестировать эту историю, но я вижу, что кейсы уже есть. И давайте ребятам, так как вы только начинаете, бесплатное пользование и помощь в интеграции на 3 месяца и с Арафаном это должно очень хорошо полететь. Плюс сюда же нужно использовать таргетинг на основателей компании и всех, кто занимаются финансами в компаниях, потому что это им облегчает работу, им облегчает задачи. Естественно, нужен хороший пиар этой истории. Например, нужен кейс, когда вы помогли компании выбраться с минусов. То есть ваша программа открыла глаза, они увидели, где есть неэффективная работа и, в принципе, упразднили эту историю и получился эффективный кейс. И о нем надо рассказать в СМИ с точки зрения пиар-проявлений. Это очень сильно поможет подтолкнуть к продажам. Если говорить о том, готов ли продукт на международный рынок, то я бы сказал, что нужно обкатать на большем количестве кейсов в Украине, так как Украина это лучшее место, где можно протестировать любой продукт. И уже допилив все плюсы и минусы до понятной истории, то можно уже выходить на международный рынок. Почему нет? И все так делают. Тестируют, а потом уже выходят и желательно, конечно же, на Америку, так как этот продукт можно продавать там гораздо дороже. Так, какую основную проблематику я вижу в том, как IT-компании ведут свои финансы? Я могу сказать, что IT-компании в части, в большой части из них находятся немножечко в аналоговом периоде, так как ведут свои финансы недолжным образом в Excel, в лучшем случае, в худшем это может быть вообще непонятно как, в каких-то чатах, телеграммах и тому подобным. Поэтому качественный финн-инструмент, который поможет упорядочить финансы, очень нужен, очень важен. Почему работает без этого всего сейчас IT-рынок? Так как вокруг IT большой хайп, в принципе, там достаточно хорошая маржинальность и при потере там 5 процентов маржи на контрактах, даже 10, то в принципе компания все равно работает в плюс и может выживать. Но наступит определенный момент, это как было во многих индустриях, когда будут выживать только сильные компании, только те, у кого все структурировано и понятная юнит-экономика, которой можно управлять очень быстро. А когда у тебя нету всех цифр под рукой, то ты, в принципе, не можешь адекватно и правильно вести свою компанию вперед. Очень простые правила, но большинство компаний их не используют и даже мы, наверное, полтора года, наверное, не использовали никаких приспособлений для того, чтобы качественно вести свои финансы. Итак, посмотрим следующий кейс. Следующий кейс называется TrueManInUA. Что плохо, скажу сразу. Дефис в названии, очень плохо. InUA, ну, домен второго уровня, ну, в принципе, может быть, но это, я так понимаю, на рынок Украины рассчитано, поэтому пускай будет, но всегда лучше домино имя в зоне ком. Что хочу сказать, но это, исходя из того, что я вижу сразу на сайте, привет, меня зовут Артем, то я понимаю, что это сайт человека-фрилансера. Я бы посоветовал сделать это в формате того, что это небольшое такое крафтовое диджитал-агентство, которое занимается UX, UX и дизайном и каким-то, в каком-то роде программирование, потому что зачастую люди хотят большее количество экспертизы, и я вижу, что тут достаточно большое количество услуг, есть кейсы, но порекомендовал бы добавить еще команду, так как явно еще были привлеченные люди в этот проект, и это делал не один человек, скорее всего, депутATE. Поэтому очень важно показывать команду. На всех стартап-пичингах, на всех стартап-мероприятиях очень важно за минуту, максимум за 3 минуты, вернее за минуту инвестор должен уже понять, что это и зачем это кому-то нужно, а за 3 минуты он уже должен понять, как это реализовано и кто за этим стоит. И кто за этим стоит, это как раз вот команда. Это очень важно показывать, так как клиенты очень часто хотят получить более глубинную экспертизу и понимание о том, кто этот человек. Кейсы хорошо, да, надо написать о команде, будет лучше. И тут есть еще вопрос о том, что предоставлять услуги полного цикла, это иногда может быть очень больно, полный цикл это такое растяжимое понятие, и можно в принципе из-за него не получить клиента, потому что, например, американский менеджмент всегда принимает решение на уровне того, насколько узкоспециализирован человек, а если у вас специализация очень широкая, то вы, скорее всего, американского клиента не получите. Поэтому можно говорить о кейсах, но надо очень осторожно, поэтому делайте упор свой на UX, в чем вы отлично разбираетесь, судя по портфолио. Ну, дорабатывайте портфолио, показывайте свою команду и желательно, вот тут так есть ссылки. Ну, желательно, конечно, дефис убрать с названия, не очень это. Ну, в общем, неплохо, видно, что человек занимается, но есть над чем поработать. Очень перегружена страница лендинга информации, надо сжать ее и точечные боли, надо показать боли и как вы их решили. Вот это вот будет самая лучшая помощь в продаже, потому что очень много информации. Тут я до конца бы не долистал, бы очень много всего. Поэтому уменьшить количество текста более понятно и в реальности клиентов, с которыми вы работаете. То есть тут есть строительные компании, кейс, продажи, как повлияло, и все, это будет понятно людям, которые занимаются бизнесом. Потому что продавать с точки зрения IT-специализации можно только людям, которые разбираются в IT. У вас тут бизнесы разнообразные, вряд ли люди там вообще что-либо понимают, что такое IT-технологии, как правильно сделать веб-сайт, поэтому надо показать их боли, как вы их можете решить с помощью своей экспертизы. Вот такой совет. Но опять же, вы не забывайте, что это мое субъективное мнение, это может заходить вообще на ура какому-то человеку. Поэтому, чтобы правильно и все четко оценить, лучше сделать глубинное интервью и срез людей, потенциальных клиентов. И это уже будет более правильно. И можно будет адаптировать это под наибольший трафик, который заходит в вам на сайт. Потому что я там могу оказаться в числе 10% респондентов. Может и в 50%. Поэтому смотрите, обязательно проработайте с большим количеством людей свой веб-сайт. Вот этот кейс с человеком-фрилансером, который выглядит, в принципе, как агентство. Почему да? Потому что там есть реальный кейс. И, в принципе, он человека может подцепить именно как раз на кейсы. Если он попадет в целевую аудиторию, как раз те, которые у него заказывали до этого. Человек увидит, что он уже такое делал и, скорее всего, сделает заказ. Но из-за того, что очень перегружена информация, можно потерять, в общем-то, такого клиента. Поработать над структурой. Так, ребята, ну есть интересный проект. Называется Retender. Что вам хочу сказать? Прокомментировать проект. Проект интересный, прикольный и очень нужный. Потому что есть очень много изменений в европейском законодательстве. А там он связан с GDPR. GDPR-ом это новый метод того, как обрабатываются данные в Евросоюзе. И соблюдать его это иногда очень сложная задача. Мы, я помню, когда его там 2 года назад вводили, мы, в принципе, сталкивались с определенными проблемами. Поэтому проект интересный и потенциал хороший, так как там, как я понимаю, обработка даты идет. Дата это сейчас очень популярная история. Данных увеличивается с каждым днем. И каждый год обновление вообще всех данных, это глубина около 70% по году. Поэтому работать с большими массивами данных и хранить их правильно, это круто. И там идет определенная коммуникация между, как еврозона это отдает и получает, и как получают другие страны. Поэтому можно стать в середине и, в принципе, обрабатывать в более нормальном русле всю информацию, которая проходит. А ее очень много. Это от почты до всяких производств, документации. Этого очень много. И с этим стоит работать, это точно. Но есть вопросы. Понятно ли цель сервиса? Вот как бы этот вопрос, это ключевой вопрос, на самом деле. Очень долго листал презентацию. Это говорит о том, что не сразу все понятно. И мне пришлось 2 раза ее просматривать, пролистывать. Это очень плохой показатель, так как буквально за минуту уже должно быть понятно, что делает сервис, какие боли решает. И, конечно же, какая команда за этим стоит. Потому что, по сути, я увидел просто там условно питч PDF, который не содержал того, чего мне нужно было. Там не было первое, это боль сразу и кому это нужно. То есть там были перечни определенных ниш, в которых это можно делать и определенных видов даты, которые можно обрабатывать. И делать это по правилам GDPR. Это было понятно, но, блин, очень много, очень много всего. Уменьшите это, потому что это, по сути, отталкивающий фактор, когда очень много информации. Надо боль, надо решение, кому это нужно и команда, которая за этим стоит. Это вот основные правила питча, оно должно быть коротким. 3 минуты это в выступлении, а в презентации должно быть уже за 30 секунд понятно, что там происходит и зачем я это вообще смотрю, кому это может быть интересно. Чего не хватает в материалах? Ну вот в материалах как раз не хватает четкой концентрации на боли, потому что любой бизнес – это решение какой-то боли. Надо понять, какая это боль, какой размер этой боли и кому это может быть интересно. Вот этого вот очень не хватает. Ну и, конечно же, на последнем слайде должна быть команда с лицами конкретными, кто за этим стоит и какие скиллы у этих людей. Потому что если вы делаете стартап, который работает с данными, и там люди, у которых нет экспертизы в обработке данных, то это будет очень странно. Поэтому надо конкретный персоналей, чтобы потенциальный инвестор или покупатель мог понимать, какой человек стоит за этой технологией. Это очень важно. Оценить market size. Ну смотрите, по работе с данными, ну там просто это голубой океан на самом деле, там бесконечный рынок, потому что он на самом деле только развивается. Не Европа, у них проникновение digital технологий достаточно на низком уровне. Это можно чисто на обывательском уровне понять, потому что нету цифровизации, там ни ресторанов, ни магазинов. Очень сложно там с электронными документами. Поэтому перспектива очень крутая и на самом деле тут надо смотреть не на прямо сейчас, потому что инвестор хочет инвестировать в историю, которая будет на хайпе через 2 года, 3 года, 5 лет. Не прямо сейчас, потому что скорее всего это тогда пик и она будет падать. Поэтому я думаю, что рынок достаточно большой и есть там где развиваться, но надо более понятно представить свой продукт. Почему это да? Ну потому что очень актуально, это то, что сейчас востребовано, если ваш сервис помогает работать GDPR, это очень нужно украинским компаниям на самом деле, потому что приложения и разные IT-проекты выходят на европейский уровень и они должны делать это все в согласовании с директивой обработки персональных данных. Поэтому классный проект, но надо правильно его завернуть, правильно показать боли и в принципе показать технологическую составляющую, кто реализовывает этот проект. Ну в общем, наверное, на этом все. Что хотелось бы сказать? Очень большое количество заявок мы получили вообще в виде каких-то текстовых форматов идей. То есть некоторые люди поленились сделать даже презентацию и в принципе хорошо проработать свою идею. Что бы я рекомендовал? Рекомендовал придерживаться простых правил, которые я упоминал в комментариях предыдущих стартапов, потому что должно быть, а все быстро, понятно, понятные боли, понятная команда и понятная реализация. То есть, конечно же, не хватило цифр, потому как если оценивать инвестиционную привлекательность, то, конечно же, надо понимать цифры. Выведен стартап, не выведен и хотя бы гипотезы, если он не выведен и понимать, какое привлечение, какой рынок, какой необходимый объем инвестиций, сколько уже проинвестировано, потому что это очень важная история. Если проект на уровне идеи, то, скорее всего, его не проинвестируют. Если вы уже вложили хотя бы 1000, 2000, 3000 долларов в этот проект, у вас есть уже какая-то аналитика, какие-то гипотезы, какое-то маркетинговое исследование, все это в маленьком объеме хотя бы, то это уже может инвестор рассматривать на уровне ангельского инвестора или близких людей, которые вас окружают, когда вы сможете нормально показать им идею и показать, как это будет реализовано и сколько в потенциале это может принести. Потому что просто текст очень плохо. Ребята, никогда так не делайте. Итак, ребята, последнее. Если вам понравилось, как я разбирал эти кейсы, напишите в комментариях. И, возможно, мы введем это на постоянной основе. Так что пишите.